Что ж, тестово попробую всё-таки на эту снова записать. Я тут сменила опять какие-то настройки. Правда, надо всё-таки прочитать и найти уже, как эту чего-то там настраивать. Забыла, как её звать. Сейчас я тыркнусь со всем носом. Я не знаю, как правильно произнести. Короче, я, в общем, хотела снять денег. Вообще, сначала я пыталась записать через эту камеру и вендобук, но там очень сильное торможение идёт, не только звука, но и видео. И, в общем, я удалила этот файл, вообще какой-то трындец был. Хотя камеру как бы родную нормально показывает, причём через программу Movavi. Думаю, дело всё-таки может быть в самой камере, может, там что-то не сочетается. Может, ещё в чём-то, может, в каких-то настройках, не знаю. Вряд ли в чём-то, в самой вот этой Movavi, потому что нормально идёт. Может, нужно было попробовать на родной камере, фиг знает. Короче, в общем, ходила я в Тверской. Зашла оттуда чисто купить, может быть, сыра, может быть, дыньку, может, просто посмотреть, что есть. Как обычно, если без списка литературы зашёл, ты купил что-то лишнего. Не то, чтобы я есть хотела, есть и особо не хотела. Я тупо на воздухе прогуляться. Из-за того, что у меня сегодня день разморозки холодильника, в сад мне, в общем, как бы сказали не хотеть. Ну, и мы, оказывается, сегодня оформляем квартиру. Ну, моя тётя вообще. Я совершенно забыла, что сегодня 14 августа уже. В общем, я тут купила себе мороженое. Я знаю, что такие мороженки, они обычно как бы, ну, не блеск, да, там оно не натуральное. То есть всё не на 100% натуральное. Я знаю, мороженое с заменителем молочного жира, с ароматом ванили, с варёной сгущёнкой. I love you. Вот в таких стаканчиках всегда они стабильно, по-моему, идут с заменителем молочного жира. Они какие-то мягонькие. В общем, может быть, тут кокосовое, кокосовый жир, может, ещё какой-то. Вот тут растительное масло с натуральным и ещё чем-то там. Короче, пофиг. В общем, мне очень хотелось такую мороженку. Сейчас я зевну, извиняюсь. Не то, чтобы я хочу спать. Я знаю, что я как приехала из деревни, я то в 5 ложусь по какой-то причине, то в 2, то ещё как-то по разным причинам, с разными людьми или вещами. Ну, в общем, купила я себе такую мороженку. У меня вся покупка вышла на 395 с копейками. 395 рублей 50 копеек, если быть точной. Магазин Тверской у нас, я вот ещё когда маленькая, мне кажется, была, он в Цветочном уже вот был. И мне кажется, ещё был какой-то филиал в Угличе этого Тверского. Но, насколько мне известно, сохранился только, кажется, в Цветочном, именно в самом Угличе, в самом Цветочном, только один такой магазин. Я так поняла, что вообще я хотела прогуляться после, но, видимо, я прогуляюсь уже потом, потому что у меня вышла моя сумка, подарочная от Викика, приветник какая, если сиё узнаешь, и просто пакет, который я уже купила впоследствии. И как бы мороженое, ну, всё же его удобнее есть дома. В общем, крышечка у меня, поставила я в сумочку, крышечка у меня, смотрю, слегка открылась, а так как я взяла с собой только воду, телефон, кошелёк и ключи, нет бы хоть один бумажный платочек. У меня руки липкие стали, там немножко мороженого осталось на них. Я поставила в пакет, попыталась снова закрыть в этот пакет с дынькой, который сейчас покажу. Ну, что-то, в общем, не понимаю я такие крышки, как их пользовать, в общем, не получилось у меня внятно открыть, но благо оно там никуда не провалилось, ничего с ним не стало. Это сейчас вот оно у меня постояло, и слегка такое стаявшее стало. Но я как раз люблю такие слегка потаявшие мороженки. Ну и, короче, вот сейчас только уже, когда пыталась, до этого пыталась обзор этот своять, я поняла, как закрыть. Ну, вроде как поняла. В общем, вот здесь вот ложечкой, по-моему, она такая-то складная ложечка. Её можно, да, вот её можно вот так достать, разложить, щёлкнуть тут, и ложечка вполне себе, ей можно есть мороженое. В общем, я этой ложечкой, наверное, и поем. Я ещё купила себе сыр. Я не знаю, сколько мороженое, если честно, стоило. Но мне кажется, оно дешевле, вот чем, когда, допустим, жила на механке, у нас на механке в магазине Алиса, там, по-моему, всё, что-то дохрена, надеюсь, что дороже было, но там что-то не 60 или не 70 рублей там мороженое стоило. В общем, я купила себе кусок сыра на 60 рублей, по-моему, у меня вышел, насколько я помню, 340 рублей килограмм сыр сливочный. Мне вот тётя советовала, что вот в Тверском, ну, у нас тут 3 магазина, и в двух магазинах хороший сыр. Ну, в смысле, вот именно, что на развес там, или на развес, и вот уже развешено. Я как-то уже покупала какой-то сыр, кажется, в Тверском, или в Фортуне, не помню, в общем, назывался сыр Артур, Король Артур. Короче, вкусный сыр. Тут у меня пакетик, вообще у меня сейчас напряг с пакетиками. Надо как-то, наверное, может, в магните купить этих пакетиков, которые у них там по 3 рубля, если сколько-то, вот, по 2 рубля эти белые пакетики, потому что совсем напряг с пакетиками. Или купить тупо пакетов этих... Вот здесь у меня немножко мороженое испачкалось. Это как раз вот то, что у меня на пальцах было, когда я несла. Или купить тупо вот этих пакетов, ну, которые с ручками для мусора. Ну, в общем, пакет по... Я уже там в Тверском покупала до этого арбуз на 9 с лишним килограмм, практически на 10 килограмм, сродни поделилась половину мне, половину им. Вкусный очень арбуз был. Но там тогда была еще такая небольшая дынька, колхозница кругленькая. 78, по-моему, она тогда стоила, ну, рублей за килограмм. И, короче, так как мне уже было не дотащить, то я не... Ой, извиняюсь. Я, короче, не купила. Когда на следующий или там дня через два пришла, ее уже как бы не было вообще этих денег. А тут зашла, говорю, смотрю, дынька опять. Я говорю, спросила, говорю, есть ли поменьше. Ну, они сказали, что это последняя дынька. Ну, я ее купила. Меня спросили, типа, как вам арбуз? Я говорю, вкусный арбуз. В арбузе, кстати, было мало зернышек, он вкусный, типа, короче. Ну, правда, у меня оставалось несколько кусочков, я про них забыла. И вот вчера, по-моему, я доедала уже последний кусочек. Пила арбузом. Тут у меня уже выложено из пакетика. Я купила себе виноград, там на витрине было. Я говорю, ну, еще есть ли последний-последний. Я думаю, а что делить этот последний виноград на две части? Возьму себе винограда. Что-то он там по 132, что ли, или по 111 вообще. Короче, как-то он дешевле, чем магнития был этот виноград. Я его потом помою, захомячиваю. Я как раз сейчас вампира перевожу, там, 4 главы осталось буквально. Но он такой, этот, исторический, этот, как он там, Ценгоку-Дзидай. И у меня всегда как-то, или я много шоколада захомячиваю с этим Ценгоку, или еды какой-то. Ну, короче, вот на мозги ботов питать виноградиком. И еще купила сливы. Короче, купила сливы, так как у нас в саду сливовое дерево приказало долго жить. У родственников, которые у меня на велике ездили, вот выдры, у них, по-моему, сливы еще... Ну, у них зелененькая еще слива, я не знаю, вообще есть сейчас у кого созревшая слива. В общем, купила немножко сливы. Правда, она не настолько, мне кажется, мягкая. Ну, не знаю, посмотрю, короче. Слива. И что там у меня еще? А, и все у меня там, я просто с собой воду брала, вот. Вот вода, которая была. Ну, тут уже не акваминераль, а тут уже и колодежная моя была из нашей деревни, и колодежная из выдры, и уже просто фильтрованная вода. В общем, вот такой у меня тут обзор. Да, вот с этой сумочкой я ходила. Всем спасибо, я надеюсь, хоть сейчас у меня получилось, чтобы аудио не бежало вперед, а видео не скакало назад. Всем пока! Забываю, что тут другая камера, и надо нажимать вообще на отдельный...